Здравствуйте! Решила записать видео на тему, как переключить себя в чувственное состояние. Мне многие девушки, молодые люди, чуть реже, хотя у них тоже проблемы случаются, писали, что вот как-то так секса, все время нет ощущения, что хочется. И поэтому проблема, если муж приходит с работы и как-то через какое-то время, ну так, пытается втянуть в сексуальное действие, а я вот, ну совершенно, ну как-то не готова, и мне не хочется, и я не знаю, как себя переключить в чувственное состояние. И, ну, я понимала, о чем идет речь, но мне самой всегда было так странно слышать этот вопрос, потому что, ну, я не понимала, я, если встречаюсь с мужчиной, и он мне приятен, то, в общем-то, перейти к сексу не составляет вообще никакого труда прямо сразу, потому что я все время нахожусь в некотором предвкушении, в телесном состоянии, то есть я как-то чувствую все свое тело, и поэтому, если мужчина ко мне прикасается, то тело откликается, и переход к сексу, так вот, и все хорошо, и очень приятно, и замечательно. Поэтому думаю, почему же такая вот проблема? И недавно я попала в это состояние, я теперь знаю, о чем вы меня спрашивали, и сейчас я вам подскажу, как из него можно выходить. У меня на другой работе был достаточно такой сложный проект, и там сложилась конфликтная ситуация, и я очень много времени все время прокручивала себя в голове решение, что можно предложить, можно вот так, или вот так, или вот это, и я чувствую, что там очень много нюансов, я никак не могу их всех учесть, сложить его едино, я не знаю, что предложить клиенту, в общем-то, я все время об этом думаю. При этом у меня идут какие-то параллельные дела, я их делаю, но вот эта проблема меня, значит, волнует. И после работы, ну, начинается личная жизнь, как у всех, и я встречаюсь с мужчиной, и, как обычно, предполагаю, что быстро переключусь, мне даже очень хочется отвлечься от такой мысленной деятельности, и я переключусь, когда, значит, он меня обнимет, и вот, как бы, ура, ура, я начну жить, как я обычно живу. И с удивлением обнаруживаю, что я как-то особо не чувствую ничего, и у меня не возникает желание как-то вот так, при мысли, что если будет интимная близость, я что-то и не хочу. И это было так странно для меня, странно было даже то, что прикосновения не вызывают таких приятных ощущений. Ну, как бы неплохо, да, но все равно, что руку пожали. То есть, да, а как? То есть, совершенно не хочется, думаешь, что же такое-то. И вот, находясь в этом состоянии, я прекрасно поняла девушек, потому что как, если мужчина, ну, как-то прикасается, чего-то такое хочет, ну, совершенно нету отклика. И я даже поняла, что если я сейчас все равно займусь сексом, ну, мужчина же хороший, замечательный, и все, но я ничего при этом не почувствую, то есть, для меня это будут какие-то гимнастические упражнения. Такие, вот именно сразу эта фраза, вот эта вот, зачем заниматься этой бессмысленной гимнастикой? Я лучше книжку почитаю. И мне это не понравилось, потому что думаю, а это что такое? То есть, у меня потерялись краски жизни. Потому что это все хорошо. Что? Ну, я живу, меня что-то другое интересует, но как-то вот, а с мужчиной-то как? А как-то вот, да? И опять же спроси меня, что лучше всего хорошо. Ой, лучше что-нибудь смотреть, вот какое-нибудь кино, разговаривать на любую тему. Вот это просто отлично. Обсуждать, даже можно про, не знаю, фильм какой-то обсудить. Вот это все отлично. А вот как-то вот это вот, там, секс, что это секс-то, зачем это все? Вот. Я думаю, надо выбираться. Надо из этого состояния выбираться. И поэтому здесь я вам сейчас расскажу, как я это делала, и думаю, что вам это поможет вот в таких ситуациях. Значит, первое, что я поняла, что нужно как-то принять решение по проблеме, которая меня волнует. Потому что, когда я так задавала вопрос, а что мне мешает вот отключиться? Все-таки это та самая проблема, о которой я думала целый день. Почему? Потому что не принято решение. Смотрите, что это значит? Вы знаете, что... У меня же оно почему мучает? Что очень сложно принять решение. Имеется в виду решение, что я, например, откладываю этот вопрос на неделю. Или я это поручаю там тому-то человеку. Неважно. Именно по ситуации, которая вас мучает, вот в голове крутится одна и та же мысль, нужно принять какое-то решение. Потому что пока это не принято, что делает голова? Да, голова абсолютно отключает тело. Она считает, что сейчас важно то, о чем она думает. И это, кстати, вам пора сказать. Ну, люди вообще крутят в голове постоянно мысли. И часто это, ну, это несложная ситуация, это какая-то ерунда. И, конечно, здесь, ну, вам нужно какие-то вот, ну, просто какой-то результат. Все, я это думаю. Сейчас я это сделаю, значит, вот, завтра. Я сейчас звоню и заканчиваю этот. Некоторые, чтобы в голове отложилось, ага, мы действие закончили, и мы больше об этом не думаем. Ну, собственно говоря, я просто проговорила проблему с мужчиной, с которым была, и для себя приняла какое-то решение. И сразу после этого почувствовала, ой, как бы мне стало хорошо. То есть мне не нужно, да, моя голова перестала сюда думать. Отлично, она, мы решили это. И думаю, так, уже, уже прекрасно. Но что дальше? И дальше я понимаю, что нужен переход, ну, к телу ближе, в телесное состояние. Поэтому все, что вам доставляет удовольствие именно телесное, вы делаете. Если, там, не знаю, вы любите танцевать, или танцуете, ходите куда-нибудь, идите на танцы. Можно сделать какую-то зарядку, если вы делали. Можно выйти на улицу пробежаться или прогуляться. Просто здесь внимание. Не то, что вам не нравится, и вы себя сейчас заставите куда-то потащиться. Это ужасный вариант. А именно то, что приятно. Я не знаю, примите вы ванну, попьете вы чай, может быть, что-то перекусите, но так, чтобы вот, вот прямо хорошо, чтобы вы могли уйти в телесные ощущения. Это второй этап. Что касается мужчин. Вот первое, то есть, они же тоже, вы же тоже попадаете в такое состояние. Первое правило для вас точно такое же. Принять решение. Любое, чтобы вот на данный момент закрыть тревожащую мысль. Второй момент. Переключение в тело. Вот мужчина, ну, то же самое работает. Пожалуйста, можете сделать что-то телесное. Но я просто знаю, что мужчина это работает хуже. И поэтому вам совет такой, если вот вы как раз женщины, или вот как раз на свидание пришли, то вам нужно обратить внимание на женщину. Что от женщины идет? У нее же такое приятное тело. Она так двигается, она разговаривает. Она вот, пожалуйста, если там нету... Вот, конечно, если она рядом, от нее же еще, ну, аромат, флюиды, вот эти движения, конечно, это будет проще всего вам. Но если ее нет, пожалуйста, вы можете посмотреть видео женщины, которые вам нравятся, или, не знаю, какие-то фильмы. То есть все, что угодно, где есть женщина, от которой вот вам приятно. Кстати, обращали внимание, почему на юге, вот, как на отдыхе, а секса хочется больше. Это вот и касается и девушек, и мужчины как-то так вот приятнее. Почему случаются такие романы? А как раз потому, что соблюдаются эти два правила. Первая глава, она не думает о каких-то проблемах. Все, она уехала, она сказала, «Так, я отдыхаю». То есть такое принятое решение. И, окей, отдыхаем, все. То есть уже отключились. И второе, вы делаете что-то для себя телесное. Вода, солнце, вы гуляете, вы расслаблены. И уже от этого вы... Тело-то говорит, окей, мне же жить разрешили. И оно сразу же подключает сексуальную функцию. То есть раз вы в меня попали, «А секса-то вообще-то я хочу, вкусненького-то мне хочется». И, соответственно, вы уже больше готовы. То есть вам нужно, ну вот, воспользоваться вот, да, этими приемами. Мужчина, больше внимания на женщин. Женщин, телесное, то, что приятно для вас. Ну и, наконец, третий этап – это чувственно-телесный контакт уже со своим партнером. Опять же, что это такое? Напрямую опять в секс. Я побыла в том состоянии, понимаю, что из этого все равно еще не получится сразу в секс перескочить. Но, если вы с мужчиной пообнимаетесь, подержитесь за руки, поговорите о каких... При этом должен быть какой-то телесный контакт, вот такой, поговорите о своих каких-то чувствах, не знаю, может быть, желаниях и так далее. А вы тем образом настраиваетесь на мужчину. Ну, соответственно, со стороны мужчины то же самое. Полюбовались как-то с девушкой. И вы точно так же телесно вот берете ее за ручки или обнимаете, не знаю, чешете ее, да, и подключаетесь к ней уже вот, ну, как бы телесным контактом. Что хорошо, что для мужчин, что для женщин. В общем, если мужчина, ну, попросит, чтобы девушка его погладила. Смотрите, опять же, для девушки, вот, ну, она настраивается потихонечку. Вот какой-то мужчина, чувственно, поконтактирует. И если я поглажу мужчину, то я его лучше почувствую, мне уже больше приятно. Мужчина, это вообще счастье. Девушка вас касается. Вы потихоньку уже расслабляетесь и переходите. Уже тут вы уже точно попадете в тело. Ну, как бы женщина, да еще и что-то вам делает такое приятное. Значит, вот. И на этой почве уже, конечно, отсюда переход к сексу у вас возможен как раз чувственный, а не гимнастический. Вот. Ну, и в это же, кстати, сюда очень хорошо, ну, вот в моей курсе, что ли, 12 способов получить удовольствие без секса. Это как раз такая телесная игрушка, контакт, когда вы начинаете там друг с дружкой играться телесно, но еще не про секс. Вот просто отлично переключает уже в само сексуальное состояние. Вот. Я рекомендую вам всем больше находиться в теле и уметь себя переводить, переключать в чувственное состояние, а не заниматься сексом, вот потому что пришло время.